МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социально направленный и бездефицитный депутаты Городской Думы утвердили бюджет на 2023 год. Торжественно и патриотично 86 школьников посвятили в юно-армейцы, а 75 ребят стали кадетами. Разлив нефти ликвидирован, последствия устранены. Нефтяники провели масштабное учение. Здравствуйте! Информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших 7 дней. Социально ориентированный и бездефицитный на этой неделе в Муравленко утвержден бюджет города на 2023 год и плановый период 24-25 годов. На очередном заседании Городской Думы депутаты проголосовали за принятие документа единогласно. Подробности в следующем сюжете. Если говорить о суммах, то в сравнении с текущим годом городская казна потяжелела более чем на 400 миллионов. Бюджет на 2023 год по прогнозируемым доходам утвержден в размере 7 миллиардов 893 миллиона рублей. Из этой суммы собственные доходы города составят 635 миллионов рублей. Как прежде налоговые и неналоговые доходы городского бюджета сформированы за счет трех основных наших источников. Это налог на доходы физических лиц 382 миллиона, что в совокупности 60% от общих поступлений наших местных доходов. И также это налог на совокупный доход 121 миллион или 19% доходы от использования имущества 60 миллионов или 10%. В структуре расходной части преобладают траты на социальную сферу. Более 62%, как и прежде, основная часть средств будет направлена на развитие системы образования. Еще две самые весомые статьи расходов, превышающие миллиард, это жилищно-коммунальное хозяйство и национальная экономика. В следующем году будут реализованы 22 муниципальные программы. Из них пять занимают лидирующие позиции по объемам финансирования. Это, как видите, развитие образования. 3,8 миллиона рублей или 39% от всех расходов. Соответственно, это благоустройство. 1,582,000,000 рублей или 20% от всех расходов. Основные направления развития культуры – 729 миллионов или 9%. Развитие физической культуры и спорта – 711 миллионов рублей. Улучшение жилищных условий граждан – 390 миллионов рублей. В системе образования львиная часть средств будет направлена на выполнение показателей муниципального задания. Также предусмотрены средства на организацию питания школьников, ремонт и реконструкцию школ, выплаты классным руководителям. По программе развития культуры также заложены средства на проведение капремонтов. Физкультура и спорт. Здесь выделяется отдельная субсидия на развитие хоккейного спорта, а на объекты капстроительства направят более 300 миллионов рублей. Будет продолжено строительство лыжероллерной трассы нашей новой лыжной базы. Также будет планируется реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Ямал». Проектные работы по реконструкции, выполнение проектных работ по реконструкции спортивного комплекса «Ямал». И также проектные работы по новому объекту «Центр единоборств северный характер». Ещё одна важная социальная программа – улучшение жилищных условий граждан. Более 300 миллионов предусмотрено на переселение из ветхого и аварийного жилья. 59 миллионов потратят на выплаты молодым семьям. И 17 миллионов предусмотрено для компенсации многодетным семьям взамен земельного участка. По программе благоустройства более миллиарда предусмотрено на дорожные работы. 202 миллиона выделено на реализацию первого и второго этапов реконструкции парка. В целом, как отметили депутаты, в ходе обсуждения бюджета он верстался в непростых экономических условиях, но удалось сохранить социальную направленность и избежать дефицита средств. Бюджет города принят единогласно. Следующее заседание Городской думы состоится 22 декабря. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Жители Ямала с начала года перевели мошенникам почти 300 миллионов рублей. Больше всего афер в сфере IT-технологий совершено в отношении жителей Нового Оренгоя, Ноябрьска-Салехарда. Муравленковцы тоже вносят свой вклад в неутешительную статистику. Подробности у Татьяны Бойко. Только за 10 месяцев с начала года горожане более 60 раз попадались на удочку киберпреступников. По-прежнему самый распространенный вид мошенничества – звонок от службы безопасности банка. Аферисты сообщают держателям банковских карт, что кто-то пытается оформить на их имя кредит. Или похитить деньги со счетов и тут же предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. И сколько бы полицейские не предупреждали об этой схеме обмана, горожане продолжают идти на поводу у преступников. На примере ноября суммы были у нас от 160 тысяч до 3 миллионов. То есть, соответственно, людей ничего не смущает. Они на примере 3 миллионов выполняют множество операций по переводу денежных средств. Соответственно, и после чего уже, когда последнюю операцию выполняют, приходят в себя, так сказать, и вспоминают о том, что деньги-то у них были в руках, и, соответственно, не нужно было их никуда переводить. Что же делать, если поступил такой звонок? Прежде всего, не впадать в панику под любым предлогом. Прекратите разговор. Проверьте, в мобильном приложении наместили деньги. Если остались сомнения, отправляйтесь в банк и спросите у специалистов лично. Если уже попались на оловки мошенника, обналичили свои денежные средства, не надо их никуда отправлять. То есть, если вы их отправляете, все, вы с ними прощаетесь. Соответственно, вы их отправите мошеннику. Никаких безопасных счетов банков не существует. То есть, это надо запомнить. Что если поступает предложение перевести деньги на безопасный счет, все, будьте уверены, вы разговариваете с мошенником. Соответственно, обналичили свои денежные средства, оставили их у себя. Никуда их отправлять не надо. А еще горожане не раз становились жертвами, пользуясь приложением Блаблакар. Схема обмана проста. Аферист пишет попутчику в мессенджер, отправляет ссылку, якобы для оплаты брони. В результате жертва попадает на поддельный сайт и добровольно отправляет платеж злоумышленнику. Подобных преступлений легко можно избежать, отмечают полицейские, если бы пользователи внимательно читали правила сервиса. На Блаблакар определено одно правило. Оплата денежных средств учляется только после оказанной услуги. То есть по прибытию уже к окончательной точке граждане расплачиваются либо наличными денежными средствами, либо путем перевода денежных средств. Перед поездкой эта оплата не производится. Но все же большинство горожан, что называется, держат ухо во строк. К примеру, на днях одной из жителей Смуравленко позвонили на мобильный, представились сотрудникам местной полиции и сообщили, что родственник женщины совершил преступление. И чтобы не заводить дело, нужно заплатить. Гражданка усомнилась все-таки ввиду того, что осуществлялась профилактической работой, знала о методах и способах совершения мошенничества. И позвонила к нам в дежурную часть и сообщила об этом факте. В дальнейшем мы все-таки установили, что в действительности это граждане, которые у нас склонны к совершению противоправных деяний и хотят нажиться на чужом горе. Сотрудники полиции ежедневно призывают горожан к бдительности, проводят большую профилактическую работу, обходят все до единой квартиры, вручают жильцам памятки и рассказывают, как противостоять аферистам. Прислушайтесь, ведь мошенники уже сегодня могут позвонить и вам. Татьяна Бойко, Виталий Седняев, Новости Муравленко. В «Газпромнефт-Ноябрь» с «Нефтегази» прошли масштабные учения по ликвидации последствий разлива нефти. Сразу на двух локациях сотрудники предприятия, МЧС и подрядные организации отработали действия при чрезвычайной ситуации. Подробности у Алены Гафаровой. По легенде, на территории 4-го цеха подготовки и перекачки нефти сутарминского месторождения произошла разгерметизация нефтяного резервуара объемом 10 тысяч кубических метров. При входе оборудован, разгерметизация в районе 98. Возвращение в теканях за конец утра. За считанные минуты оператор перекрывает поступление нефтепродукта в резервуар. На место аварии вызывают спасателей. Боевые расчёты прибывают к месту ЧАЭС. Дежурный караул работает быстро и слаженно, чтобы предотвратить возгорание по всей площади условного растекания нефтепродуктов. Пожарные формируют пенную шапку. На месте Террозлива произведена пенная атака. Угрозы возгорания нет. Стратегическая цель компании «Газпромнефть» в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда – цель ноль. Отсутствие вреда людям, окружающей среде и имуществу компании при выполнении работ. Масштабные тактико-специальные учения нефтяники совместно с аварийно-спасательными формированиями проводят дважды в год. И каждый раз они максимально приближены к реальным условиям. На этот раз в учениях задействованы 48 человек и 8 единиц спецтехники. Здесь задействовано было очень много подразделений как наших, так и подразделений наших партнёров, которые оказывают нам услуги по промышленной безопасности, по пожарной безопасности, по экологической безопасности. Для того, чтобы оперативно среагировать и слаженно действовать, такие учения просто необходимы. Процесс ликвидации разлива сложный и кропотливый. После спасателей за работу берётся цех экологической безопасности «Ноябрьскнефтегаза» и «Экоспаса». Специалисты производят замеры газовоздушной среды, выставляют боновые заграждения, чтобы локализовать распространение загрязнения. Нефть откачивают при помощи спецоборудования. Затем проводят обработку территории сорбентами. «Сегодняшнее, наверное, мероприятие прошло очень слаженно. Мы даже не ожидали, что мы прошли на опережение алгоритма. Был чёткий алгоритм действий расписан, но сегодняшняя наша практика показала, что мы не просто так работаем. Наши ребята сегодня показали лучший результат на 5 с плюсом». Далее недалеко от ЦППН разыгрывается другой сценарий техногенной катастрофы. По легенде, на ручье обнаружено тёмное пятно. К месту условного происшествия отправлена группа специалистов. «Подтверждён инцидент на трубопроводе с выходом нефтесодержащей жидкостью на поверхность». На объект прибывает команда «Ноябрьскнефтегаза» и «Экоспаса». Задача – выявить и устранить причину аварии и ликвидировать последствия разлива. Алгоритм действий каждого участника отточен до мелочей. Одни проводят анализ газовоздушной среды, другие устраняют порыв, выполняют ремонт нефтепровода. Параллельно экологи ликвидируют последствия нефтеразлива. Бурят лёд, устанавливают боновые заграждения, запускают скиммер для сбора нефтепродуктов, производят обработку биопрепаратами и тут же собирают пробы воды. Учения показали высокую готовность участников к действиям в нештатных ситуациях. «Все справились со своими задачами и, что, наверное, наиболее для меня ценно, что на этот раз в основном участвовали молодые сотрудники, которые ранее в таких учениях не участвовали. Для них это был новый опыт, ну и я не сомневаюсь, что он был очень полезен». Алёна Гафарова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. 9 декабря в России отметили День Героев Отечества. В Муравленко в преддверии памятной даты ряды детско-юношеского движения «Юнармия» пополнили 86 муравленковских школьников, а клятву кадетов дали 75 новобранцев. Торжественные церемонии посвящения прошли в многопрофильном лицее. Подробности в следующем сюжете. Гимн России, вынос флагов и строевое дефиле. Юнормейцы продемонстрировали то, чему научились за несколько месяцев обучения. Военную выправку, чёткое и слаженное выполнение команд. С особым трепетом юные муравленковцы произносят слова клятвы. Обещают быть верными юнормейскому братству и отечеству, хорошо учиться и стремиться к спортивным победам. Я, вступая в ряды юнормей, перед лицом своих товарищей, обязуюсь всегда быть верным своему отечеству и юнормейскому братству, соблюдать устав юнормей, быть честным юнормейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Плянусь! Вручение личных книжек – самый долгожданный момент. Это основной документ юнормейца, куда каждый участник детско-юношеского братства будет вносить свои заслуги перед отрядом, отмечать поощрение и награды. Юнормейцам ещё многому предстоит научиться. В совершенстве освоить азы начальной военной подготовки, воспитать в себе лидерские качества, познакомиться с научно-техническими профессиями. Я очень сильно горжусь собой. Это развитие патриотизма во мне. И родители мне гордятся. Для меня это очень важно в жизни вообще, потому что я пошла в лицей как кадет, как патриот России и Российской Федерации. 9 декабря в День Героев Отечества здесь, в атриуме многопрофильного лицея, клятву кадетов дали 75 школьников. Посвящение в кадетское братство – одно из важных и ответственных событий в их жизни. Важно, что именно сегодня, в День Героев Отечества, вы будете посвящены в кадеты. Это очень почётно. И это очень ответственно. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, стремиться вперёд, быть лучшим по сравнению с самим собой вчера. Клятву произносят искренне, вдумываясь в каждое слово. Обещают не нарушать основные принципы кадетского братства, дорожить честью класса, быть примером в поведении, честным и верным товарищем и хорошо учиться. Кадеты кружат в вальсе, демонстрируют выправку в фигурной маршировке, ловко показывают строевые приёмы с оружием. В том, что учёба в кадетском классе пригодится в жизни, уверен каждый. Мы научились работать в команде. Мы отрабатывали маршировку и занятия. Мы готовимся к ВСО с тем классом. Мы слушаемся своего командира и каждый раз мы строимся после уроков. Мне нравится форма, потому что форма идёт такая, как у военного вызывать раз патриотизм. Быть кадетом – это быть патриотом своей страны, это отдавать должное, защищать свою страну и знать законы, знать уставы и помогать другим. Юным кадетам предстоит ещё многому научиться, но самый важный и ответственный шаг они уже сделали. Анна Мария, Сергей Лукович, новости Муравленко. В городе завершилась акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». В год экологии на Ямале её запустила инициативная группа первой школы. В итоге учащимися из пяти образовательных учреждений удалось собрать свыше двух тонн вторсырья. Репортаж Алены Гафаровой. Отслужившие тетради исписаны черновики, журналы, книги и альбомы. Ставшие ненужными бумажные отходы школьники сдают на вторичную переработку. Ребята уверены, внести вклад в решение вопросов экологии может каждый. Это помогает очистить землю от мусора. И я хочу в этом поучаствовать. Я приносилась дома, у меня было много черновиков, журналов, тетрадей, комиксов. За победу в конкурсе боролись пять образовательных учреждений. Объёмы собранной макулатуры впечатляют. Ученики пятой школы, например, сдали более полтонны вторсырья. Один из школьников раздобыл свыше ста килограммов различных бумажных отходов. Несмотря на конкуренцию, юные муравленковцы говорят, главное не победа, участие. Ведь за каждым листом бумаги, газетой и картонкой стоит вырубка лесов. Я брала макулатуру, мне помогали родители, несли с работы там, у друзей спрашивали. Это помогает экологии. Мы, можно сказать, спасаем деревья, потому что 100 килограмм макулатура – это уже одно спасённое дерево. Первая школа проводит такую акцию не впервые и каждый раз весьма эффективно. В год экологии на Ямале ребята заявили со своей идеей в проект «Чистый Ямал» и нашли широкую поддержку жителей города. Это была всероссийская акция и мы решили воплотить эту идею в нашей школе, в нашем городе, сплотить все школы и провести небольшой конкурс между ними по сбору макулатуры и посоревноваться, чтобы была какая-то мотивация, будем подавать подарки. Бумажный бум вошёл едва ли не в каждую семью, где есть школьники. Результат экологической акции – 2 тонны 252 килограмма сырья. Вся эта сумма пойдёт в пожертвование фонду Ямины, нашему замечательному фонду, на Ямале, который существует уже более 11 лет. И мы надеемся, что мы даже такой небольшой суммой сможем оказать помощь детям, которые нуждаются действительно в этом, особенно перед Новым годом, чтобы каждый из нас, подведя итоги года, мог сказать, что я что-то сделал хорошее не только для себя и своей семьи, но и для других людей. Подведение итогов конкурса награждения победителей и призёров состоится 15 декабря. Самых активных ждут дипломы и экоподарки. Алёна Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Такой была информационная картина минувшей недели. Ещё больше новостей на нашем сайте муравленко24.ру